Плотников переселяли в Петербург, как тогда говорили, на вечное житье с женами и детьми. Отсюда их уже никуда не отпускали. Многие, прожив здесь несколько десятков лет, сами не хотели сниматься с места. Многочисленными были и приезжие, работавшие в Петербурге сменами. Отдельную, довольно многочисленную категорию рабочих составляли каторжане, которых, надо сказать, совсем не жалели и завозили партиями каждый год. Небольшое двухэтажное здание, прямо на набережной, летний дворец Петра I, построенный по проекту Томиника Тресини. Двухэтажный дворец, предназначенный только для проживания летом, состоит из 14 комнат и достаточно скромен по своей обстановке. Раньше дворец Петра I был с трех сторон окружен водой и соединялся с сушей только со стороны летнего сада. Прямо около него была создана пристань гаванец, куда можно было причаивать на мелких судах. Лодки ошелтовались специальным портином, вбитым в стены летнего дворца. При Петре практически все дворцы и даже крупные дворянские усадьбы возводились с обязательной домашней гаванью. Впоследствии все они, как и гаванец, были засыпаны. Напротив летнего сада, на противоположном берегу реки Фонтанки, стоит двухэтажное здание с колоннами и полами. Дом номер 6. Здесь в 30-х годах 19 века находилось училище правоведения, из стен которого вышли выдающиеся деятели русской культуры. Композиторы Чайковский и Серов, художественный критик Стасов и его брат, известный юрист Стасов. Училище было закрытым и перворазрядным заведением, куда принимали только потомственных дворян. Известная скульптура Чижик-Быжик связана со студентами именно этого учебного заведения. В 1917 году в этом доме проходили заседания чрезвычайного Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов. Мы идем по реке Фонтанки. Сейчас она течет по самому центру Петербурга, но в 18 веке по ней проходила одна из границ города. Река вытекает из Невы и впадает в нее обратно. Такие протоки раньше называли Ерик. Вот и за Фонтанкой сначала закрепилось имя безымянного Ерика. Свое нынешнее название она получила благодаря фонтанам летнего сентябра своей дочери Анне. В честь ее наречения царем. Позже императрица Анна Иоанновна закрепила связь этого места со своим именем. Выстраив церковь, освященную в честь ее покровительницы Анны Пророчества. Далее, по левой стороне фонтанки, стоит здание, где особенно любят бывать дети. Это Петербургский цирк. Первое в России каменное здание, построенное с учетом цирковой специфики. Инициатива постройки цирка принадлежала итальянскому артисту, наезднику и трясеровщику Гаэтана Ченезе. Здание считалось одним из красивейших цирковых зданий в Европе. Оно поражало современников совершенством пропорций и изяществом украшений. Не менее наряден был цирк и внутри. Оранжево-красное здание прямо по курсу – Михайловский замок. Он стоит в месте, где река Мойка берет свое начало из реки Фонтанки. Замок был построен на рубеже 18-го и 19-го веков по приказу императора Павла I и стал его официальной резиденцией. Павел I был сыном императрицы Екатерины Великой. Его мать, пришедшая к власти в ходе дворцового переворота, отдалила от себя сына и при жизни не давала ему вмешиваться в государственные дела. Это привело к неприятию Павлом политики Екатерины и стремлению переиначить ее наследие. Он вступил на престол поздно, на четвертом десятке жизни, был очень подозрителен. Из-за противоречивой политики нового императора при дворе не любили. Михайловский замок был назван в честь архангела Михаила, которого Павел считал своим покровителем. Замок создан по мотивам средневековых дворцов. Огромное сооружение поражает мрачной мощью и суровой замкнутостью. Со всех сторон здание было окружено водой. Через рвы были перекинуты подвесные мосты, которые с наступлением ночи поднимались, превращая замок в настоящую крепость. Однако многочисленные предосторожности оказались напрасны. Павел I прожил в Михайловском замке всего 40 дней. В ночь на 12 марта 1801 года он был убит своими приспешниками. После смерти Павла дворец опустел. Царская семья не хотела жить в столь мрачном месте. Замок передали инженерному училищу, в результате чего у него появилось второе имя – инженерный замок. В здании бывшей императорской резиденции получал образование Фёдор Михайлович Достоевский. Инженерное училище считалось одним из лучших учебных заведений в России и готовило офицеров.